Всем привет, друзья! Сегодня мы с пацанами покажем вам, как делать выход на две на кольцах. Это необычное, конечно, видео. Возможно, многим интересно будет, возможно, нет. Но они сегодня покажут и покажут мне, как это делать. Я постараюсь тоже, потому что я не умею. И Андрюха тоже не умеет, он сейчас снимает, и мы попробуем. Полетели. Так, значит, мы должны, прежде всего, запрыгнуть на кольцах. Дальше, как у нас не получится, взять выход просто вот таким вот хватом. Мы должны немного туда вот привести, и после того начинать себя подтягивать. Вот такие мышцы. А как руки должны идти? То есть, если обычно на турнике мы делаем вот так, а на кольцах как под себя или как? На кольцах мы, в общем, далеко, ну, дальше выводим, так скажем. И потом, когда мы уже делаем выход, мы потом, скажем, перекладываем свой вес на руки и выходим. Тело вперед нагибаем, да? То есть, а руки, получается, уходят как бы вот сюда, да? Да. То есть, если на турнике мы делаем прямо вот так выход, а тут получается, что локоть уходит туда куда-то, да? Да. Под низ. Давай еще раз покажи. Давай, ты уйдешь! То есть, максимально загибаем пить, получается? Да. Это легче будет, да? Нет, это не легче, так и надо делать. А, так и надо. Да. Так вы просто не сделаете. Так, ну расскажи, что нужно вообще уметь? Сначала нужно научиться делать на турнике, либо как? Да. Так, если вы не умеете делать на турнике, то вы не сможете сделать на кольцах. То есть, сначала, ребят, если вы не умеете на турнике делать, то вы должны научиться делать на турнике, и потом уже перейти к кольцам. Слава, ты тоже умеешь? Покажи, как ты делаешь. Так же абсолютно? Абсолютно так же. Вы должны стараться не как на турнике, то есть на турнике у вас движение именно идет с раскачки, здесь же нужно уметь делать силовой выход на турнике, потому что здесь это тоже силовое, и у вас, как получается, вы будете подтягивать себя, можно сказать, на бицепс, ну то есть вы немного пронируете свой хват, дойдя до вот этого, до этой фазы, здесь уже вам пригодится умение с турника, то есть висеть в этом положении. То есть если, когда вы учились, если вы делали медленное опускание, и если вы могли здесь задержаться вот в таком положении на длительное время, то это, можно сказать, вас идеально подготовило к этому элементу, потому что здесь вы должны будете силой себя дожать до упора сверху, после чего вы просто дожимаете как на брусьях, или как на турнике, ну или как отжимаясь от пола. Так и смотри, вот кисть, если слабая, то надо ее прокачать или как? Да, обязательно. Это влияет очень сильно, да? В принципе, это не так сильно влияет, но если вы не сможете себя удерживать, кисть в таком положении, то у вас, естественно, и не получится это движение. Ну то есть, ребят, смотрите, у меня кисть довольно слабая, потому что я Владу проиграл в армрестлинге, он тупо его так руку мою ворочил. И сегодня мы посмотрим, смогу ли я как бы удержать свой вес вот на кистях в таком положении. Давайте я, наверное, попробую, да? Давай сначала с бревна ты залезешь, чтобы понять, как руки поставить. Начается вот так, да, надо закинуть? Да, примерно. Старайся сюда положить больше кольца. Вот так прям? Вот, и ты вот так держишься. Оу, прям на кисть, да, вот так? Да. Ё-моё. Попробуй сначала просто повисеть в этом положении. Реально кистям очень больно. Они слабые, они у меня разгибаются тут. Попробуй вот так усеть. Ты вот так сейчас кистишь? Вот сейчас вот так делай. Вот так? Да, то есть верхняя, нижняя фаза, ты руки разводишь вообще вот так. Потом, когда ты начинаешь подтягиваться, ты их сводишь и опять разводишь. Когда уже начинаешь переходить. Вот так, да, получается? Да. Это нижняя точка. Ядрись, реально, у меня просто кисти получаются. Они вот так разгибаются. Блин. Это мне, походу, надо прокачивать кисти. Да. Ядрен батон. Сейчас попробует Андрей, он не так много занимает. Сколько ты занимаешься? Месяцев девять. Месяцев девять. Ну, посмотрим, как он сможет или нет. То есть, видите, даже он делает, получается, что это особо там от мышц не зависит. Это тупо техника, да, больше получается? То есть, должна хорошая кисть быть, хват хороший. И тут тупо техникой выходишь. Мышцы не влияют. Андрей. Еее. Огонь. Ну, в общем, кольца это в априори такой снаряд, который больше требует от вас техники и силовых. Поэтому здесь максимально нужно правильно поставить кисти. Потому что, в принципе, как только что вы видели, сделал Андрей. Он просто держался вот так. То есть, у него кисть не лежала. А нужно ее немного положить одним краем. То есть, вы должны держать руку не чисто вот так, а вот немного, ну, опираясь вот здесь на косточку. Вот. Вот так взялись. Таким образом вы должны уметь висеть. Вот. И отличное также подводящее упражнение. Это медленный выход, когда вы выходите вот именно вот этот момент дожима. Чего вы должны максимально научиться делать. Если вы не сможете ни удерживаться, ни, как я только что, играть в этом положении туда-сюда. Играть в этом положении туда-сюда. Вот. То у вас, в принципе, может получиться, но вероятность снижается. То есть, это как одно из подводящих. Делать силовой выход и правильное расположение кистей. Значит, следующим хорошим подводящим упражнением к уфрам на кольцах, это негативное опускание на турнике. Ну, должно быть с упором сверху. Дальше, как и на кольцах, мы должны уйти кисть вперед. Вот так вот. И начинать опускаться. Впереди мис. По привычке. Ребят, короче, самое важное, как я понял, это иметь очень мощную кисть. Если вы умеете просто на турнике делать, но у вас нету хорошей кисти, вот в этом месте, да, запястья точнее, то вы не сможете сделать на кольцах. Потому что она, ну, кисти, запястья играют очень большую роль. Потому что вам вот в этом положении нужно держать свое тело, там, 70-80 килограмм, в зависимости от того, сколько вы весите. И вот прям вот так выводить себя наверх. Это довольно сложно. У меня пока что не получается, потому что у меня, ну, запястья очень слабые. Я не знаю почему, хоть я там с весами работаю уже много лет, и все равно как бы не получается. Но будем пробовать. Так, мы должны быть сейчас с упора сверху. Хорошая подводящая к выходу на кольцах, это отжимания. Вот таким вот образом. Это так же, как и на брусьях. Ну и, в общем, как и во всех случаях с элементами, с выходами силовыми, а не техничными, здесь должна быть определенно база. Причем, сложно сказать, какая именно должна быть база, потому что это очень личные, ну, такие данные. То есть, кому-то хватает... Ты, Бог, ничего. В общем, кому-то может хватать и где-то около 10 повторений, ну, потягиваний и 15 отжиманий на брусьях, а кому-то может и не хватить 20 потягиваний с 30 отжиманиями. Поэтому здесь определенно важны попытки, и ваша силовая база определенно должна быть не в размере нуля потягиваний и трех отжиманий от пола с помощью. Ну что, друзья, если вам понравилось это видео, интересная эта тема была, ну, потому что это необычные все-таки выходы, потому что на турнике это другое, это совсем другое, то поставьте лайк, напишите в комментариях, что будете изучать эти выходы, и подписывайтесь на нас всех, ссылочки на всех будут в описании. Увидимся в следующем выпуске. Пока!